Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. Сегодня мы попробуем посмотреть подробнее инструменты EditForm. Мы уже посмотрели Object Snap, что означает. Еще такая галочка Soft Modification. Как видите, это достаточно нужная вещь, когда мы работаем с поверхностями. Например, мы можем выделить один Face и дополнительно, когда стоит галочка Soft Modification, мы видим такую вторую сетку, которая выделена цветом. Давайте изменим, например, на пятерку. Здесь есть разные выборы расширений, то есть окружностью, прямоугольником, либо какое-то число Face можно задать изменения. Я же выберу, например, FaceCount 5, выберу окружность. Здесь есть также различные виды постранения, есть линейный, есть вот такой вот заваливающийся вниз и какой-то Transition с мягким написано. Я, честно говоря, особо отличия не понял. У меня достаточно линейное перемещение. Вес, то есть когда мы задаем здесь единицу, мы буквально перетаскиваем всю сетку. В другом случае, например, мы можем здесь выбрать, давайте выберу 2 здесь FaceCount. У нас все равно здесь стоит симметрия, поэтому мы все это будем наблюдать. Мы можем заменить вес здесь на 0,5, например. Это значит, что от этого FaceCount до 2, который здесь у меня указан. Этот переместится, например, вверх на 1 мм, этот на 0,5 мм вверх. Давайте посмотрим. Выберу здесь ViewSpace и, например, буду вот так все это подстраивать. Мы видим, что у нас плавно сетка перемещается в себя вместе. То есть, когда нужно что-то плавненько подстроить, вполне себе можно использовать этот инструмент. Достаточно удобно. Нажиму ОК. Рассмотрю еще одно применение. Рейдформ. Создам цилиндр на виде сверху 500 на 1000, например. Цилиндр такая стандартная сеточка есть. Посмотрим EditForm и SoftModification на примере этого цилиндра. Я двойным кликом выберу этот верхний луп. Здесь у меня сейчас стоит... Давайте поставлю единицу. Здесь линейное перемещение. И здесь получается раз, два, три, четыре фейса. Получается у меня здесь... Вижу, что точки до конца пошли здесь. Поменяю здесь... Эту выберу. Denied Space. И, соответственно, когда здесь стоит единичка, то мы видим, что у нас вращаются все. Когда половина... Это я сейчас говорю про линейное распределение. Мы видим, что когда мы вращаем... А верхние, получается, лупы вращаются в два раза больше, чем нижние. Мы можем получить вот такую вот закрученную сетку. Можно, например, сделать даже... 1,1 можно ли? Нет, больше единицы нельзя, поэтому давайте попробуем. 3, 0,2. Мы видим, когда мы скручиваем все это, у нас немножко меняется геометрия. Она... Втягивается у нас к центру. Еще есть особенность интересная. Оставлю побольше. Например, 0,8. И, когда я перемещаю все это... Так. А, здесь стоят все фейсы, поэтому сделаю здесь только 2. Не очень. Так, все-таки сделаю 4. И сделаю 0,2. Также здесь сделаю 0,1. И буду перемещать все это вверх. Когда я поворачиваю, мы видим, что все так плавненько следует. То есть, когда нужно делать какую-то проводку с помощью... Таких вот, скажем... Пайпов. То очень удобно, потому что не нужно будет в дальнейшем подстраивать каждый луп. В отдельности. То есть, например, выбирать его, проворачивать. Конечно, придется делать. Но для этого нужно подключать soft modification. И тогда можно... Каждый луп отдельно вот так вот подвигать. Так, не очень хороший пример получится. На этой заготовке. Попробую ее увеличить. 0,5. 3. Ну, как-нибудь вот так вот, например, я сейчас все это спозиционирую. Позиционирую. Стабирую вот так все это. И хочу показать еще один инструмент. То есть, когда у нас есть вот такой вот... Такая-то сплайн поверхность. Так, боюсь. Там может появиться ошибка. Поэтому я все это просто растяну. Так, пожалуй, применю еще, например, interpolate к этому. Хорошо. Далее, если выбрать инструмент pipe, не выходя из данного режима. Получилась вот такая вот сетка. Буквально пару кликов. Нажмем finish sketch. Finish form. И мы уже наблюдаем. Давайте сейчас я перейду в surface, например. Отключу видимое тело. С помощью патча закрою эту поверхность. Вот так. Сделаю stitch. У меня есть два вот таких тела. И, например, в принципе, я могу применить инструмент combine. И получается вот такая вот интересная сетка. Ну, мы можем, собственно, наверное, применить такую сетку, когда мы скульптим какую-нибудь ручку, например. Держатель для чего-то. И нам нужны насечки для того, чтобы это уже скользило. В принципе, я думаю, использовать данный метод с помощью pipe'ов на сетку freeform'а можно это очень быстро моделировать. Конечно, здесь могут появляться ошибки ввиду там пересечения, взаимного проникновения поверхностей друг в друга. Потом здесь не очень мы видим равномерно везде эти трубки проходят. Где-то сходится лучше, где-то хуже. Но все будет зависеть от той исходной сетки, которую мы все-таки задаем. Вот. На этом я данное видео закончу. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok